Всем привет! С вами Ольга Меликян и канал GameStones. Рассказываю сегодня о прекрасном драгоценном камне, аквамарине. Кристаллы аквамарина покорили сердце человека еще несколько тысяч лет назад. А какие существуют легенды и сказания, связанные с этим благородным драгоценным камнем? Своё красивое название камень получил благодаря Плинию-старшему. Рассматривая красивый кристалл бирюзового оттенка, Плини решил, что он похож на морскую воду или морскую волну. Поэтому аква и марин так и переводятся. По своей сути, аквамарин относится к минералу берил, собственно говоря, как и изумруд. Аквамарин – это бирюзовая разновидность минерала берил. Аквамарин любим многими за исключительную прозрачность и прекрасные свойства. Ну вот, например, твердость. Твердость аквамарина составляет 7,5 до 8 по шкале Маоса. По-моему, это один из лучших вариантов твердости у драгоценных камней не первого порядка. Мне хотелось бы рассказать о трех интересных историях и легендах, связанных с этим прекрасным камнем. Еще добавлю, что для аквамарина характерны белые включения. Их называют снежинки или хризантемы. И это одно из важных свойств и отличий от других драгоценных камней, например, от голубого топаза. Если в прозрачном аквамарине через лупу вы не видите этих снежинок, то стоит задуматься о подлинности камня. Итак, легенда номер один. Посейдон и русалки. В Древней Греции у неизведанных берегов одного из островов моряки нашли сундук, доверху набитый золотом и драгоценными каменями. Почему моряки решили, что это сундук русалки, я не знаю. Но только с тех пор этот сундук стали так и называть. Сундук русалки. Среди прочих драгоценных камней в этом сундуке лежали красивые голубые кристаллы. С тех пор считается, что это дары бога моря Посейдона. А для всех моряков аквамарин считается камнем-оберегом. Вот почему именно его дарили, как правило, в виде кулонов всем морякам. А моряки очень часто рисовали себе татуировки с русалками. Легенда номер два. Аквамарин и яд. Честно говоря, такую историю похожую я уже слышала и про рубин, и про изумруд. Но здесь есть очень интересная деталь. Суть такая. В средние века одной большой проблемой было понять, отравлен сосуд с вином или не отравлен. Потому что в тот момент это было самым лучшим способом достичь своих целей. Особенно монархических. Так вот, очень часто использовали аквамарин как предмет для того, чтобы определить, отравлен сосуд или нет. По легенде, если сосуд отравлен, аквамарин должен сразу потемнеть и предупредить об этом своего хозяина. Но дело в том, что аквамарин сам имеет небольшое изменение цвета от светлого к более насыщенному. Поэтому получается тогда, что можно сказать, что любой сосуд отравлен. Но что ж, есть повод воздержаться от спиртных напитков. Легенда номер три. Камень истины. Во времена римских публичных судов у прокуроров и защитников имелись огромные перстни с красивейшими аквамаринами. Считалось, что в разговоре камень слышит ложь. И если подсудимый говорил неправду, то он должен помутнеть. Как говорится, если нет улик и дополнительных свидетелей, то тоже неплохой способ. К тому же, стоит добавить, что со временем аквамарин может выцветать под воздействием ультрафиолетовых лучей. А поскольку все эти мероприятия проводились на ярком солнце, ну, неудивительно, что камень мог менять цвет. Соответственно, решение можно принимать такое, какое выгодно прокурору. Аквамарин – это любимейший камень царей и правителей многих стран. Например, в России очень сильно почитала и любила его Александра Федоровна, супруга императора Николая II. У Александры Федоровны имелась роскошная аквамариновая тиара с крупными аквамаринами в багетной огранке. И они настолько прекрасны, настолько чисты, что до сих пор на нее смотреть одно удовольствие. А, например, в вооружейной палате Кремля хранится скипетр польского короля Станислава, выполненный из цельных кусков аквамарина и общей длиной 30 сантиметров. Поэтому неудивительно, что такой красивейший драгоценный камень стал самым любимым по всему миру. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте оставлять ваши комментарии. С огромным удовольствием их читаю. Завтрашний выпуск будет посвящен одной из русских тиар – «Узелки любви». Многие думают, что это та самая тиара, которую сейчас носит герцогиня Кейт Миддлтон. Но на самом деле это не так. А вот подробности узнаем завтра. Желаю вам успехов и крепкого здоровья. Давайте думать о прекрасном! Продолжение следует...